Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Добрый вечер всем, дамы и господа, братья и сестры. Приветствую всех из города Киева, с Украины. Шалом, мир всем и благодать, да умножится. Аллилуйя! Сегодня вечер завершения праздника сегодняшнего Пурим Катан. Пурим Малый, как бы, так вот можно перевести. Вот, и, да, полнолуние месяца Адар, мы празднуем библейский праздник Пурим. Вот, но когда месяц, когда год високосный, вот, то мы, получается, вот два Адара, да, месяца, то в первом Адаре мы празднуем Пурим Катан. Ну, а, собственно, сам Пурим, самая кульминация, торжество этого библейского огромного празднества, это будет уже полнолуние, следующее полнолуние второго уже Адара месяца. Аллилуйя! Вот, и сзади меня такой мессианский фон, сейчас это тали, саталиты мессианские, еврейские, да, и сами как, тоже в роли випостаси такой выступаю мессианского служителя, именно православного мессианского служителя, слава Богу! Вот, кстати, одно из сообществ, групп, которую начал я, ну, давно уже, на Фейсбук, она так и называется, эта группа, Мессианская Церковь. Поэтому, вот, кто интересуется мессианским таким пробуждением в православии, католицизме, протестантизме, вообще в теле Христа, еврейской составляющей, пробуждение мессианское, современное, то добро пожаловать, присоединяйтесь к этой группе, я там время от времени публикую какие-то интересные такие новости, вот, и некоторое размышление, статьи и своих, и служителей христианских церквей, мессианских общин, церквей мессианских разных течений, слава Богу! Вот, и сегодня, как раз вспоминали на общение здесь, вот, у нас в Киеве, добрым словом, Винницкую еврейскую мессианскую общину, дочернюю от киевской мессианской еврейской общины. Вспоминали о других мессианских верующих, другие общины по Украине и по миру вообще. В Израиле молились сегодня тоже за Израиль, о духовном пробуждении Израиля, вот, о духовном пробуждении в целом еврейского народа и в Израиле, в Иерусалиме, и пробуждении как еврейского, так и всех народов, проживающих в земле Израиля, в земле обетованной. Слава Богу! Так что, друзья, дамы и господа, благословений всем вам, дорогие друзья! Вот, и я сегодня даже сделал такие включения, успел как раз перед общением сделать такой эфир, вот, прямой предыдущий на этом моем канале, который, в общем-то, так и назвал как раз, вот, именно Пурим Катан. Так, а сейчас я попробую подключиться еще здесь, вот, у меня друзей много на Фейсбук, вот, там, получается, ну, вообще много, слава Богу, три страницы и на всех трех страницах уже там по пять тысяч есть уже, очень ждали, написано, да. Слава Богу! Аллилуйя! Так, вот сейчас я зашел на свою основную страницу на Фейсбуке, подпишитесь, не забывайте, подписывайтесь, следите за новостями. Страница так и называется, архиепископ Сергей Журавлев. Есть дополнительные, вторая и третья страницы, здесь у меня одна Сергей Журавлев, другая Сергей Журавлев, вот, там я дублирую обычную информацию, вот, но туда редко захожу, в общем, так, не получается мне часто заходить, потому что сам все делаю, поэтому просто не успеваю, вот так вот, а вот, так, где у нас здесь прямые эфиры? А, вот прямой эфир есть, о, все, сейчас я, даст Бог, подключусь, так, доступ к камере, а, есть, слава Богу, вот, все здесь, оказывается, не так-то и сложно. Так, вот, все, есть и на Фейсбуке, поэтому сейчас друзья мои с Фейсбука могут, смогут подключаться. Три, два, один, все, поехали, слава Богу. Да, слава Богу, друзья, приветствую всех, теперь приветствую всех и на странице, здесь моей основной странице, Фейсбук, слава Богу. Так, у меня получилось сегодня, nice day, хороший день сегодня, благоставенный, слава Богу. Да, и сегодня хочу снова сказать и для наших друзей на Фейсбуке, вот, друзей церковной реформации, всех друзей поприветствовать, хочу тоже приветствую всех, именем Господнем, во имя Иисуса Христа благоставляю всех вас. Сейчас идет прямой эфир, вот, и Наташа подключилась, Константин здесь вижу, да, кто-то подключается уже, слава Богу. Молодцы, приветствую всех, вот, и я провожу сейчас прямой эфир на Ютубе, на своем канале Ютуба, и вот подумалось, а почему бы не подключиться так вот тут же через вот ноутбук и на Фейсбуке. Сказано, сделано, слава Богу, теперь я и на Фейсбуке. Приветствую всем, всех, шалом, мир всем, благоставляю всех вас. Вот, и сегодня праздник, который мы называем Пурим Катан, Пурим Малый. Вот, и вообще, эти дни я размышляю о Пуриме, ну и вот месяц у нас таких размышлений сейчас будет, как раз о празднике Пурим, молитв. Вот, в этом году хочу напомнить сразу, сейчас вечерняя молитва, трансляция с вечерней молитвой, поэтому мы сейчас будем молиться, будем совершать хлебопреломление тоже, чашу приготовил. У меня есть виноградный сок, у меня есть хлеб, да, сделаем причастие, Евхаристию, хлебопреломление, слава Богу. Вот, и сегодня, вот, и вот весь месяц, фактически, да, впереди у нас вот этих размышлений о празднике Пурим. Пастор Галина, приветствую, еще кто-то подключился здесь, слава Богу, братья и сестры подключаются, приветствую всех, благоставляю во имя Иисуса Христа, привет всем из Киева, Руслан, всех всех приветствую. Вот, и хочу напомнить сразу, извиняюсь, запью, что 20 марта у нас впереди в церковных планах нашей Киевской архиепископии, Реформаторской православной церкви, Христа Спасителя, архиепископом, который ваш покорный слуга является. Вот, да, я очень рад, что у меня есть братья в православной церкви, пусть Бог благословит, Татьяна пишет, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Богу. Так что, как хорошо и приятно быть братьям, сестрам вместе, славить вместе Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, реформаторское такое православное служение, мессианское пробуждение, мессианское служение, это очень такая благодатная почва как раз для единения верующих, для преодоления всевозможных таких разделений, вот, религиозно-политических всевозможных, для действительно такого неформального, а реального, настоящего единства верующих в истине, в истине Божьего Слова, в истине Евангельской, слава Богу. И, да, я об этом много свидетельствую, что, вот, по милости Господней, вот за вот эти годы служения своего, как реформатор, как обновленец, уже с 96-го года, да, до 96-го года я был священником традиционной, не реформаторской, не обновленческой, а такой традиционной, обычной, канонической, русской православной церкви, Московского патриархата. Там я служил верой и правдой, ну, с 87-го года, де-факто, ну, а де-юре с начала 88-го года был церковно-священнослужителем русской православной церкви. Вот, и в 96-м году, будучи там настоятелем храма, тогда, в Брянской области, мой последний приход был в традиционном православии. Я, по идейным соображениям, вышел из РПЦ МП, вот, о чем очень Богу благодарен по сей час, вот, и тружусь с тех пор, как вот реформатор, обновленец, и я свидетельствую часто, что вот именно такое служение, реформаторское, обновленческое, православное служение, очень такая благоприятная почва для действительно единения верующих, потому что, вот, даже я проповедую порой в церквях, там, очень разных евангельских, чаще всего протестантских и евангельских церквях, которые наиболее открытые, там, харизматических, писятнических, баптистских, адвентистских, лютеранских, кальвинистских, там, значит, там, разных, методических, там, разных, разных, пресвятырянских, очень разных церквях проповедую, вот, редко в католических, еще реже в православных церквях, потому как меня, мои братья, особенно, так, честно говоря, не жалуют, считают, что, значит, реформация нам не нужна, а по взгляду КГБшник, а кто именно? Да, Константин пишет, Вюртс, Вюртс, по своим взглядам, если обо мне идет речь, это вопрос, а, протестантская церковь Победа, Татьяна пишет, да, перемога, если Победа, то здесь вот, в Киеве, да, то и не только в Киеве, вообще-то, церковь Победа в разных церквях, в разных городах есть, по Украине, и не только по Украине, я проповедовал, да, у пастора Генри Мадаве, проповедовал, значит, кстати, здесь на лесовом, на лесной, здесь было раньше служение, я, кстати, в новом помещении, в новом зале так и не был еще, в общем-то, ну, Господь да усмотрит, вот, здесь вот, манеж был, здесь вот, и здесь было служение Церкви Победа, здесь я проповедовал, и даже до сих пор смотрю, порой там видео есть у меня на канале Ютуба, как раз, мои проповеди в Церкви Победа, вот, по поводу взглядов КГБшника, нет, я в спецслужбах никогда не был, и не служил, и не числюсь, и не прочее, и по своим взглядам, я, наоборот, даже анти-КГБшник, антикоммунист, убежденный антикоммунист, вот, в общем-то, идейный антикоммунист я, хотя вырос я, да, в семье потомственных ветеранов ЧК и НКВД, даже не КГБ еще, а до того, как они назывались ЧК и НКВД, вот, значит, мои дедушки, бабушки были ветеранами этой службы, вот, они верили в коммунизм, и верили в светлое будущее, они были такими искренними, верующими в безбожие, в атеизм и в коммунизм людьми, но с 13 лет своей жизни, даже я в неполных, ну, да, в неполных 13 лет, мне было как раз 13 исполнялось уже, вот, почти, да, и вот я пережил встречу с Богом, и, в общем-то, вскоре после того, буквально там, считанные дни, там, после встречи с Богом произошли у меня такие сильные изменения, и я из мальчика, который вырос в коммунистической традиции, и на самом деле, ну, в лучших традициях марсизма, ленинизма, коммунизма, но я стал антикоммунистом, об этом я подробно рассказываю, кстати. Центральный город Киев, да, пишет сестра, Татьяна Константин Вёртс, пишет, любить и быть Богобоязненным разные вещи, ну, не знаю, если иметь в виду Бога, любить и бояться, вообще, в русском языке, да, такая порой катавасия, поэтому русский язык, он, скажу так, ну, для богословских терминов не очень подходящий, честно говоря, поэтому лучше к оригинальному языку обращаться, к ивриту или к греческому старому, ну, лучше к ивриту даже, потому что Ветхий Завет, это как раз написано было на иврите, и там вот эти вот несостыковки, бояться и любить, они как бы вот как раз разрешаются сами собой, потому что страх Господний, вот именно в оригинальном тексте Библии, там имеется в виду не панический страх перед тираном, ужас священный или что-то еще, а именно как раз вот это вот благоговение, любовное благоговение, ну, там, короче, скачайте на свои гаджеты и на компьютеры, допустим, Библию с номерами Стронга, и там вот сами как раз это увидите. И рекомендую послушать Бориса Хрисенко и других мессианских служителей, как раз на эту тему, очень, думаю, полезно будет. Сейчас на Малинской Татьяна пишет, но я слышал, да, я там и трансляции, захожу иногда трансляции, смотрю как раз пастора Генри Проповеди, но сам я еще не побывал там, до сих пор еще не был, к сожалению. Намеревался вот осенью прошлого года, но вынужден был уже уехать скоро, значит, из Киева, значит, и я только вот вернулся сейчас, приехал только, вот. Вюртс пишет, да, согласитесь, Армагеддон не за горами, наверное, смотря что вы имеете в виду под словом Армагеддон-то, потому что на аравийском, Иисус говорил на, не, не на аравийском, а на арамейском, вы, наверное, имеете в виду, у вас опечатка или ошибка, арамейском наречии, это иврит, это не аравийский язык, это не арабский язык, но, ну, Иисус с этим не соприкасался, слава Богу, Иисус говорил на своем родном еврейском языке арамейское наречие, вот, это, оно, а сейчас, кстати, практикуется, но очень редко, сейчас это вот, можно встретить арамейское наречие, допустим, у ассирийцев, допустим, можно встретить, да, даже в служении церквей, я бывал в гостях в ассирийских собраниях, и там, да, на арамейском, это один из диалектов еврейского языка. Так, первописания были на аравийском, ну, во-первых, не на аравийском, а на арамейском все-таки, на еврейском, я подчеркиваю, да, во-вторых, по поводу первописаний, это очень все еще, это, как сказать, спорный вопрос, вы сейчас задаете очень спорный вопрос, просто-таки, потому что дискуссии уже не одно столетие продолжаются на эту тему, вот, вот, хотя я тоже склоняюсь к тому, что все-таки первоначально Евангелие написаны были на еврейском языке, да, значит, потому что апостолы евреи и писали для евреев, и как бы, греческий не был родным их языком, вот чем дело, но Дух Святой вдохновил, видимо, либо перевести сразу на греческий, либо записать отдельно, вот именно на греческом языке, но вот именно на греческие тексты Нового Завета, они и сохранились, но еврейский текст Ветхого Завета, он так и есть, он не изменялся все эти тысячелетия, слава Богу. Да, хорошо, Милана приветствую, подключились тоже, вижу, сейчас я посмотрю, нет, сейчас отмена, так, я сейчас перейду, извиняюсь с этой страницы, сейчас трансляция продолжится, я не выключаю, но я сейчас перейду на, все-таки, на Ютуб, потому что там идет моя основная трансляция, а как на нее перейти, я, извиняюсь, даже не знаю, надо же, есть столько закладок всяких, что я, так, даст Бог, разберусь сейчас, а, вот, все, нашел, но здесь сообщений нет, на Фейсбуке были сообщения, а вот здесь вот на Ютубе, сейчас я на Ютубе, значит, и, вообще, трансляция идет на Ютубе, чтобы не путаться, да, на Фейсбуке я сделал лишь дубляж, как бы, или, как назвать это, вот, параллельно сделал трансляцию, а основная молитва идет у меня здесь, вот, сейчас вот на моей странице, на моем канале Ютуба развивают канал, здесь выхожу в эфир, в 6 утра подключайтесь ежедневно на утреннюю молитву, трансляцию с утренней молитвы, вот, по вечерам, по возможности, делают трансляции, вот, с вечерней молитвы, шалом из Закарпатья, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, привет всем в Закарпатье, привет всем святым из Киева, вот, так что мы там, как раз вот, ездил куда же в Закарпатье-то я, ну, Мукачево, там, значит, там, где еще был, слушайте, слушайте, забыл уже, как называется, поселочек такой, одним словом, мы пели, вот, и в Предкарпатье, и в Закарпатье, там, вот эту песню Иисусу Слава пели, но там, пели в куплете, вот, там, не над Схылами Днепра, а над Схылами Карпат. Иисусу Слава, Иисусу Слава, Слава Богу, пусть Господь благословит во все, дорогие друзья, кто подключился, и здесь, кто вот сейчас на Ютубе, и также параллельно на Фейсбук, на своей основной странице запустил, я тоже сейчас, поэтому люди там сейчас тоже смотрят, подключились, кто имеет возможность такую, вот, и приветствую свою семью сейчас, я в Украине сейчас, да, семья моя, жена, дети, внуки в России, вот, и, ну, для Слова Божьего нет границ, барьеров, и слава Богу, что любовь Божья, она сегодня нас объединяет вместе, вот, в такой час вечерний, приезжайте к нам в Карпаты, да, да, Эдуард, слава Богу, намереваюсь быть в Карпатах, я вот буду уже скоро, получается, через неделю еду во Львов, буду во Львове, в принципе, со Львова там до Карпата уже совсем рукопадать, в принципе, почему бы и нет, надо будет списаться, вот, там телефоны, под этими видео, под каждым видео на Ютубе, да, открываете, там информация подробная, как можно там молитвенно и финансово участвовать в моем служении Господу, и там, значит, есть российские телефоны, контакты, есть украинские телефоны, там два номера, этот номер, как его, Киев Стар и Юй, Лайф, Лайф, есть еще номер, вот, два украинских номера, да, Рафиф Чудово Мисты, Мистов, Аллилуйя, Аллилуйя, Милана пишет, да, слава Богу, да, так что, даст Бог побываю, и в Харькове, конечно, в Харькове тоже обещал себе быть, но это уже потом уже после Запада снова еду сюда, в Киев буду здесь, в Киеве у нас церкви, а потом уже туда, на Восток буду ехать, вот, и Харьков, и Кривой Рог, Кривой Рог, да, в Кривом Роге там служение запланировано, вот, на самый, на самый конец, я сейчас скажу, да, марта, конец марта получается, последнее число марта, вот, будет служение в Кривом Роге, да, там и занятия, служение, слава Богу, чекай ему, Аллилуйя, Аллилуйя, вот, Харьков тоже очень люблю я, благоставляю, вот, и сегодня, в этот вечерний час, с Киевы приехали, Эдуард пишет, а, кстати, насчет Киевы, не знаю, но интересно бы, да, интересно бы, наверное, как раз вместе приехать, на самом деле, было бы хорошо, молитесь, короче, Эдуард, молитесь, я думаю, Бог усмотрит быть как раз, вот, может даже и вместе, вот, или еще и с кем из братьев, но вообще, я вот, хотел бы с Киевы проехаться так вот по Украине, Аллилуйя, летом планирую такую поездку, вот, по югу Украины, и вообще, планирую, даст Бог, по всей Украине проехаться, вот, от прифронтовой зоны, хотя, надеюсь, что к лету уже ситуация изменится, и молюсь, конечно, чтобы война там прекратилась, и чтобы, на самом деле, мир пришел на землю, хотя, даже если и сейчас война прекратится, мир наступит, все равно, еще, ой, я вижу, как долго, еще не один год, вот эти раны будут кровоточить, и поэтому, для, когда пушки замокнут, замокнут, то будет самое важное, это, как раз, Евангелие нести там, проповедовать, молиться, потому что прощение нужно будет всем людям, исцеление, освобождение, благословение, спасение, чтобы, действительно, вот, раны тысячи и тысячи людей были исцелены, раны сердечные, и физические раны, конечно, да, у многих раны физические, но больше раны здесь и здесь, в сердце и в разуме, и только Господь может исцелить, слава Богу, поэтому моя молитва сегодня, конечно, об этом, вот, и читая Слово Божье, как раз, вот, на утренней молитве тоже читал, из Евангелия Теана, раз, первой главы, вот, слова об Иисусе, как об уникальнейшем Иисус Христос, да умножится мир Господний в Донецке, аминь, аминь, Донецк, Луганск, благословляй, я там часто, до войны бывал, часто там, вот, там проповедовал, значит, и особенно в Донецке, в Донецкой области, Мариуполе, вот, и сейчас, конечно, во многих этих городах, поселках, льется кровь и слезы, и страшно, конечно, война, знаете ли, для поколений, выросших без войны, вне войны, после войны, это, конечно, вообще страшнейший опыт, и многие из нас не верили порой, ну, и верили, и не верили старикам, которые пережили войну, непосредственно взрослыми людьми, будущем, пережили войну, прошли войну всю, вот, они говорили, что угодно, лишь бы не война, только бы не война, вот, и в их глазах видели мы ужас, страх, хотя прошли уже десятилетия после войны тогда, но я помню, еще тимуровцами ходили мы, вот, в конце 70-х, начало 80-х годов, ходили тимуровцами по ветеранам, фронтовикам, посещали их, вот, 79-й год, 80-го, как раз, вот, перед Олимпиадой 80-го года у нас, так, тимуровская работа была на высоте, и нам давали очень много нагрузок таких, работы, мы ходили по ветеранам, проведывали ветеранов, к некоторым ветеранам заходили, а там уже закрыто, спрашивали, а что случилось, ну, почему не открывается, все, вот, уже, ребятки, мальчики, девочки, уже, умер уже, вот, и, да, вот, жизнь обрывалась этих людей, вот, слушал я и другие, там, ребята, пионеры, мы слушали эти, вот, рассказы ветеранов, слышали их, как бы, свидетельства, и что они плакали порой, говорили, ребятки, главное, чтобы не было войны, во многом, конечно, было непонятно, вот, сейчас уже взрослому человеку непонятно, конечно, их ужас, особенно те, кто видели войну, хотя бы немного, вот, конечно, понимают, что это очень страшно, это апогей, безумие человеческого, и вот, противоположность войны, это мир, мир, но в еврейском языке, да, вот, шалом, 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 мы говорим, шалом, шалом, это не просто мир, как отсутствие войны, а это, действительно, мир с Богом, мир не просто, как что-то вне войны, а мир, который над всем, свыше сходящий, есть песня прекрасная, да, вот это, творящий мир в небесах, аллилуйя, прекрасно, и вот, как раз, об этом мире, да, Иисус Царь Эдуард пишет, да, аминь, об этом мире сходящем, вот, как раз, и читаю я в Евангелии от Иоанна, в первой главе, с девятого стиха здесь написано, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. И вот, дальше пропускаю немного, 18 стих написано, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий внедрем Отчим, Он явил. На утренней молитве, как раз завтра утром собираюсь об этом говорить, а сегодня, сейчас, в этот вечерний час, воздаю Богу всю славу и хвалу за свет Божий, за Его святой свет, пришедший в этот мир. Воздаю Богу хвалу и славу за Его любовь, ведь Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но чтобы имел жизнь вечную, каждый человек, призывающий Его святое имя, каждый уверовавший. И это Евангелие Христово. Слава Богу. И вот таким моментом воплощения вот этой божественной любви для меня, материализацией этого Евангелия для меня является причастие. Евхаристия. У меня здесь сок есть виноградный, можете налить себе тоже. Я совершаю причастие, вечером совершаю причастие, вот утром, бывает и не раз, и не два, и не три, и даже не три, и не четыре, там раз в день бывает чаще, размышляю о теле и крови Христа. Когда нет сока, беру просто воды, наливаю просто воды, у меня бутылочка воды обычная, и какие-то сухарики. Вот. Самое главное, не вещество причастия, не качество вина или хлеба. Вот это Сандора, хороший сок виноградный, да, мне нравится, допустим, виноградный, из червоного винограда. Прекрасно. Но, знаете, не качество вина или хлеба причастием является, а качество нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови, Спасителя Иисуса Христа. Наше рассуждение. И, знаете, друзья, да, сегодня, сейчас у меня нет лепешки, которую я обычно покупал там на причастии. Сегодня было общение, вот только освободился, поэтому даже и не было времени выйти, да, к метро, к пекарне. У меня вот привезли просто батонки, свинецы, кстати, свинецкой области. Очень вкусно пахнет. Вот, хлеб. Я даже вот свинецы, я как раз сказал, что, говорю, общались здесь, я сказал, что самый лучший запах для меня, вот, ну и для многих людей, я думаю, запах хлеба, именно запах хлеба. Это, не знаю, самый прекрасный запах. Я беру хлеб, преломляю, налил соку, и самое главное, причастие совершается не просто ртом, желудком нашим. Иисус говорил, что кто входит, что входит в нас, да, оно, нас не можно ствернить или тем более осветить. Эдуард пишет здесь, да, сегодня наткнулся на православного священника в Ютубе, говорив об рождении свыше. А, слава Богу, я был, я удивлен был, аллилуйя, наш Господь работает над православными. Конечно, он над всеми работает, слава Богу. Вот, и действительно, вот, если брать тему рождения свыше, это вообще-то основная тема рождения свыше сейчас, слава Богу. Да, и я тоже трансляцию сейчас провожу на Ютубе, но я запустил, также должна идти, сейчас не вижу, но должна идти также параллельно и трансляция на Фейсбуке. Поэтому, друзья мои, с Фейсбука тоже можете сейчас, прямо сейчас, вместе с друзьями на Ютубе здесь, подключиться вот к этому таинству Евхаристии. Хлебопреломление. Возьмите себе хлебушка, налейте себе воды, или вот, если есть сок, то сок налейте себе. Вот, и порассуждаем о теле и крови Христа, порассуждаем о жертве Голговской. Помолимся вместе, совершим причастие. Вот, это таинство совершим. Таинство не в смысле тайна. Это явно, все, уже два тысячелетия, тело и кровь Христа. Но таинство это, тайна в смысле таинства, таинственно совершается внутри каждого верующего. И слова Иисуса, напоминаю, что да, Он сказал, что входит в нас, да, что мы едим, оно не может быть, вот, именно, нам восквернение, там, и тем более оно не может нас осветить. Вот, а что же нас оскверняет или освещает? Наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа нас освещает. Вот, а оскверняет всякого рода грех, который из сердца, из нашего разума, из нашей души, из нашего сердца исходит. Вот, а освещает нас, что? Как раз вот это рассуждение сейчас о теле и крови Христа. И как же достойно рассуждать? Вот, Эдуард, здесь тоже вопрос задал еще один, да? Как вы, когда были традиционным православным, рассуждали на рождение свыше? Это отдельная тема сейчас. Если вкратце сказать, то мне повезло в том, что даже будучи традиционным, то есть, до того, как я стал традиционным православным, я был рожденным свыше человеком. До того, как я стал православным вообще, как таковым, я был уже христианином, я был рожденным свыше человеком. То есть, до 87-го года и до 88-го года я был христианином, рожденным свыше человеком. Я понимал рождение свыше, так, как сказано в Писании, так, как говорит Писание. То есть, я не знал никаких других верующих, я жил, мое свидетельство можете посмотреть на ютубе, здесь же на канале ютуба, так и наберите, свидетельство или как бы, или свидетельство о спасении, или христианина свидетельство, по-моему, не помню там как называется, несколько разных даже вариантов, там записи делались какие-то в церквях разных. Вот, я об этом рассказываю, в принципе, подробно рассказываю, и посмертные, как там называется, забыл я, посмертные свидетельства, что ли, да, архиепископ Сергей Жуалев, посмертные свидетельства, да. Как раз рассказываю о том, как пережил встречу с Господом, в экстремальных таких условиях, очень даже, в неполных 13 лет пережил смерть, от двусторонней пневмонии, врачи уже не смогли ничего сделать, оба легких оттекли, и наступила смерть, все, моя жизнь тогда оборвалась, вот, сейчас мне вот уже почти 50 лет, в этом году, мой юбилейный год сейчас, моего 50-летия, тогда мне было неполно в 13 лет, но, знаете, друзья, вот, я Господу очень благодарен, что Он тогда меня спас и воскресил, и в духовном смысле этого слова, и в физическом смысле этого слова, да, для жизни, уже другой жизни, с Ним уже жизни, слава Богу, благодарен Господу за все. Вот, поэтому, мне в этом плане повезло, что до того, как я стал православным, я был христианином уже. Вот, поэтому, мне очень искренне жаль тех людей, которые вначале становятся протестантами, допустим, или православными, или католиками, а только потом христианами, хотя это тоже опыт, важный и нужный, я думаю, тоже, да. Я больше сторонник, чтобы человек стал вначале христианином, а потом уже правоставным, или католиком, или протестантом, кем угодно Потому что это очень разные вещи на самом деле Можно всю жизнь быть протестантом, или всю жизнь быть правоставным, всю жизнь быть католиком Но христианином так и не стать Потому что, ну по-настоящему, по-правдушному, по-правдушному я имею ввиду Потому что христианами мы становимся только от Иисуса Христа Только от Христа Только рождаясь свыше, мы становимся христовыми. Кто духа Христова не имеет, тот и не его. И неважно, как он называется, писятником, харизматом, баптистом, православным, католиком, адвентистом, кем бы он ни назывался. Я знал служителей протестантской церкви, которые всю жизнь были в церкви и выросли на церковной скамье с молокоматери, от малых ногтей уже христиане и несли служение, дяконское, пасторское служение, пресвитерское служение у бесятников, у баптистов. То есть имели опыт церковного бытия уже лет 30-40-50 лет своей жизни. То есть довольно большой, огромный промежуток времени. Но потом у Саши Шевченко в Сакраменде как раз были такие встречи. И один из братьев говорил, надо же, он уже был служителем и всю жизнь. Он был в храме, в церкви писятнической. И только уже будучи взрослым человеком, он осознал явно, что он еще не рожден свыше. И дело здесь не в иных языках, не в чем-то еще, не в молитвах, не в погружении в воде. Рождение свыше это таинство, которое только лишь от Иисуса Христа совершается, которое от личной встречи с Богом совершается. И все доктрины о рождении свыше протестантские, православные, католические, они лишь частично раскрывают это таинство. Но на самом деле прав был, миллион раз прав был Тейл Осборн, писятнический проповедник, евангелист мирового масштаба, который сказал здесь в Киеве, кстати, я был лично на его служениях тогда, в конце 90-х. Он сказал так, что я больше 50 лет привожу людей к Иисусу, и миллионы и миллионы людей принимали, десятки миллионов людей принимали Иисуса Христа своим личным Господом Спасителем. И крещение там, все через меня, все, да, значит, как евангелиста, они приходили к Иисусу, но, говорит, я до сих пор не знаю, как человек рождается свыше, это, говорит, таинство. Я знаю, говорит, главные ингредиенты этого всего, как это, составные вещи главные, как это все, да, но как это происходит, это тайна, тайна бытия. Отличная встреча с Богом, никак невозможно это подменить, ничем абсолютно, только так. Вот, поэтому, ну, это тема рождения свыше, вот, и я сейчас говорю о таинстве тела и крови Христа. Вот, даже если вы смотрите сейчас, может быть, вы атеист вообще, до сегодняшнего вечера, может быть, вы вообще о Боге не знали ничего. Разные люди заходят и на YouTube тоже смотрят вот эти, значит, трансляции. Не важно, или вы человек религиозный, или вы человек атеистический, или вы просто посторонний. Но если сегодня в вашем сердце что-то зашевелилось сейчас, если вы осознали и принимаете Иисуса как Христа, Сына Бога Живого, как Господа своего Спасителя, вот, то это чудо. Это чудо, вот, и я убеждаю вас принять сегодня причастие вместе с нами. Слава Богу, вместе со мной и со всеми боящимися Господа, в другом переводе, любящими Господа или благовеющими перед Господом. Вот, одним словом, со всеми теми, кто жить без Бога не может просто-напросто, просто своей жизни не мыслит в ней его. Все. Я один из таких, из таких верующих, которые действительно не мыслят в жизни своей перед, вообще, ну, в этой жизни и вообще в вечности без Бога немыслимо просто-напросто, немыслимо. Вот, и вся слава Богу, Эдуард пишет, аминь, аминь. Благоставляю вас, все дорогие друзья. И в Писании говорится об этом таинстве так, о тайне, о та великой тайне любви Божьей. Говорится так, что ибо так возлюбил Бог мир, то есть Бог любит этот мир, любит каждого из нас, что отдал, написано, Сына Своего. То есть душу свою за нас положил, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это сама суть послания Нового Завета, величайшего Завета, Бог и Человек, Человек и Бог. И Завет заключен в крови Иисуса Христа, помазанника Иисуса, Ишуа Машиаха. Благодарю Господа Бога Всемогущего за Новый Завет в крови Иисуса Христа, в теле Его ломимом. Для меня, как для христианина, тело и кровь Христа – это подлинная моя пища, ежедневная моя пища и мое питье. Размышление об этом, погружение мое в Господа и погружение Господа в меня. Я люблю Его, Он любит меня. И мы любим друг друга, мы погружаемся друг во друга, пропитываясь друг другом. Бога-человечество. Я вот, братин, тоже говорил, что для меня на сегодняшний день христианство, истинное христианство, можно назвать вот этим словом, термином – Бога-человечество. И человека Божие. И Бога-человечество. Бог в нас, а мы в Нем. Я в Боге, Бог во мне. Величайшее таинство – Христос в нас, упование и славы. Вот это для меня христианство. Все остальное – это так наносное. Православный ты протестант, католик, неконфессиональный, неденимационный христианин. Без разницы. Во Христе. Во Христе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодарю тебя за милость. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя. Отец мой, Бог мой, Царь мой, Ава, Отча и Егова, имя Твое, Творец неба и земли, Папочка мой небесный. Благодарю тебя, Иисус Христос, спаситель мой, Господь, мой друг, мой брат, мой Царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой. За все я благодарю, за все я благодарю. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю тебя, Иисус Христос, спаситель мой, Господь мой. Благодарю, о Дух Святой, ты мой герой, ты утешитель мой. Ты всегда со мной, за все я благодарю, за все я благодарю. Я тебя, мой Бог, люблю, я тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю. За Голгофу, за Голгофу, за кровь твою. Жизнь свою ты положил за меня, и за кровь твою благодарю тебя. За воскресенье твое, ты предан был за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Ты умер за меня, и воскрес для моего оправдания. Благодарю тебя, мой спаситель, возлюбленный. Благодарю тебя, Иисус Христос. Благодарю тебя, Господь мой, утешитель мой. Благодарю тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Бог наш, доказавший к нам святую свою любовь. Отдав свою душу за нас, жизнь свою положившую за нас, кровушку за нас пролившей, любимый, драгоценный. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. 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 Тело Христово примите. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Благословений всем вам, братья и сестры. Принимайте причастие тела и крови Иисуса Христа. Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Кровь Христа. Кровь Христа. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Мой Господь Иисус. Иисус Христос. Иисус Христос. Кровь Твоя, Господь, исцелила меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня. Аллилуйя. 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 Слава Богу Всебогущему. Братья и сестры. Добрый вечер здесь. Приветствия есть такой. Да, тоже слава Богу. Добрый вечер. На Ютубе кто подключился, кто сейчас подключался, кто сейчас совершал причастие. Как говорят у нас в православии всех причастников и причастниц, поздравляю с причащением святых Христовых тайн, тела и крови. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Благоставляю всех вас, дамы и господа, братья и сестры. Во имя Господня благоставляю. Вот в 6 утра по киевскому времени не забывайте подключаться на прямую трансляцию с утренней уже молитвой, также с хлебопреломлением, с молитвой, благодарения со Словом Божьим. Будем продолжать размышлять о том свете, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир, о том свете, который живет внутри нас, этот свет Иисус Христос. Аллилуйя. Благоставляю вас, благоставляю Киев, благоставляю Украину, благоставляю Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства, Израиль, благоставляю, всех вас благоставляю во имя Господне. Аллилуйя. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, мир всем вам. Ну и как по скриптум, снова напоминаю, в 6 утра жду вас всех, каждое утро. Вот, а в воскресенье на служение у нас будет в гостях Кифа, епископ наш со Львова. Так что добро пожаловать. Ну и ждем тоже отца Виктора с Черкасской области тоже на служение в воскресенье. Так что до встречи. С Богом, мир всем вам и благодать. Да умножится. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.